Велопоход Велопоход Мы смотрим, если какие-то дожди Непогода сильная Отменяется, мероприятие переносится Если же не сильно, то это не проблема Вот велосипедный сезон Начинается, вот вывод Открыли 22 апреля, да, и заканчивается Когда? Заканчивается где-то в конце Октября. Вот сколько дней Выпадает вам счастливо, когда Можете сесть на велосипед и покататься? До того, пока не идет Снег и начиная с того момента, когда Снег растает. Но есть же еще дожди Где-то половина, наверное, только из этих дней удается Поесть? Нет, гораздо больше Маленькие дожди мы не считаем, они для нас Не существуют. Хорошо, скажите Сколько было участников вот этого Однодневного велопохода? Вообще у вас хватает Желающих? Да, желающих с каждым Годом все больше и больше. Вы сами можете Наблюдать на улицах все больше велосипедистов В этот раз было 28 человек Немало, да? Немало, учитывая то, что Реклама никакой не была. Реклама была На сайте и так Сарафанное радио. Люди выдерживают? Все? Выдерживают Формат похода, он очень легкий Много остановок, никто никуда не спешит Это не так, как Какой-то вилломарафон Останавливаются, если у кого-то какие-то проблемы Его ждут, помогают отремонтировать Вот и продолжают движение Вот для чего все это, Иван? Не могу не задаться вопросом Ну, гораздо интереснее, допустим, провести выходной На природе на велосипеде Тем более, если это все организовано По интересным местам, чем просто просидеть дома У телевизора, у компьютера Вообще много членов у организации, собственно, Амурбайк? Вообще много, я думаю, что больше ста человек есть наверняка По разным мероприятиям Кто-то участвует в походах Кто-то участвует в гонках То есть у них нет никаких обязательств, да, специальных? Нет, все желающие принимаются Всех, да, берете? Да Хорошо, тогда давайте расскажем, что у вас в ближайшее время планируется Какие мероприятия, собственно, куда можно пригласить всех жителей Амурской области? Значит, в ближайшее мероприятие у нас открытие Не открытие сезона Первый этап Кубка Федерации велосипедного спорта Амурбайк По кросс-кантри и даунхилу Кросс-кантри – это гонка по пересеченной местности Даунхил – это скоростной спуск Будет проходить, скорее всего, на базе «Россия» Вот Приглашаю за все желающие А можно вот… Да, что нужно иметь, скажите Что нужно иметь? Нужно иметь велошлем обязательно И горный велосипед в исправном состоянии Вот я только сейчас познакомилась с этими понятиями Да, кросс-кантри, даунхил Оказывается, кросс-кантри относится к олимпийским, собственно, видам, да? То есть есть такое А есть какие-то специальные правила? То есть действительно ли любой может приехать и поучаствовать? Вот это не сложно, там есть какие-то особенности? Как это происходит? Как правило, мы готовим трассу, одну трассу для новичков и одну трассу для спортсменов, тех, кто уже давно участвует Вот, естественно, первая трасса, она будет легкая, там не будет много подъемов крутых спусков, она будет короче Вот, а для спортсменов, соответственно, она будет в рамках правил сравнений по кросс-кантри Вот, так что любой желающий может попробовать свои силы Хоть новичок, хоть профессионал, да? Хоть новичок, хоть профессионал, все Хорошо, вот это из традиционных мероприятий таких, которые вы проводите ежегодно или же нет? Кросс-кантри, главное, кросс-кантри и даунхилд, да, это проводится каждый день Вот, я знаю, что в прошлом году вам удалось съездить на такое замечательное мероприятие, велогонку «Трансбайкал» 2011 года Да, совершенно верно Вы тогда заявили, что в этом году тоже поедете участвовать А поедете ли? А поедете ли? Дело в том, что организаторы этой гонки взяли паузу на год, потому что у них какие-то проблемы с финансированием Вот, и поэтому этой гонки в этом году не будет А так, в принципе, вы легки на подъем, насколько я понимаю, да? В принципе, да, это интересно, мы съездили, есть опыт, есть желание То есть мы знаем, что у нас есть потенциал Вот, мы можем занять более высокое место там А в прошлый раз сколько у вас? Восьмое Восьмое, да? Ну это, наверное, неплохо, потому что и участников было много Вот, вообще, транспортировка велосипеда, это дело не хитрое? Потому что нужно же куда-то ехать Вот как вы добирались, расскажите? Умеющие-то, конечно, не хитрое Есть приспособления такие, как велочехлы, они шьются Есть эскизы на сайтах, можно найти Откручиваются у велосипеда два колеса, складываются в чехол, рама, все У тебя такая большая сумочка получается С ней ты можешь легко в поезде перевезти велосипед И не надо не сдавать какой багажный отсек, с собой берешь, кладешь на третью полку Все помещается, разрешено Велосипед является спортивным снарядом И его можно перевозить в автобусах, в поездах Единственное, он должен быть чистым, упакован Вот, пожалуйста Многие об этом не знают Да вот действительно, я тоже думаю, что многие об этом не знают Как и не знают о том, какие существуют, в принципе, правила для велосипедистов Потому что, мне кажется, сейчас любой может легко пойти в магазин, купить велосипед, выехать на дорогу А то, что случаются всякие неприятности потом Но я думаю, что нужно быть к этому готовым Вот вы, Иван, можете проконсультировать, как человек с огромным стажем Что нужно знать, что нужно делать для того, чтобы сделать поездку приятной и безопасной? Естественно, если вы покупаете велосипед Прежде всего, вы должны ознакомиться с правилами дорожного движения Как может двигаться велосипедист Что он может, что он не может Очень важно иметь каску, шлем велосипедный Она легкая Кажется, что она массивная На самом деле, она очень удобная Никаких неудобств не составляет при езде Что еще нужно? Нужно быть внимательным Знать правила Ну, в принципе Нежелательно все-таки знать правила, да? Нежелательно, обязательно знать правила Если ты не знаешь правила, тебя просто собьют, сметут И ты будешь сам виноват А вот если ехать в вечернее время, допустим То что должно быть обязательно в арсенале велосипедистов? В вечернее время обязательно нужен фонарь заднего вида Красный фонарик Они продаются Очень много разных разновидностей Мигающие, какие хотите Чем больше фонариков, тем лучше Светлоотражающие полосы опять же Светлоотражающие полосы, да Ну это хорошо Главное, чтобы все в этом помнили Особенно дети, да? Кстати, вот дети есть в вашей организации? Да, есть, дети подтягиваются потихонечку Вот, ну в основном 14-15 лет Те, кто помладше пока что у нас Как-то не появляются на мероприятиях Ну и тяжеловато им Вот вчера участвовал мальчик Ему 12 лет, кстати С нами проехал весь велопоход Замечательно Выдержал легко, да? Я знаю, что члены вашей организации Бывали в Китае, да? Ездили по Китаю Я знаю, вы не были, да? К сожалению Мы не были Но хочется Хочется И мы ведем работу в этом направлении У нас очень замечательный город В этом плане расположения Это уже переход Удачный Вот Мы ведем работу по поиску спортсменов Из города Хэйхэ Есть ли такие? Мы знаем точно, что есть там туристическое общество Жители города Хэйхэ выезжают на какие-то мероприятия Вот туристического такого плана И мы бы хотели, конечно, пригласить их Поучаствовать с нами в гонках И могли бы съездить к ним с удовольствием То есть у них тоже есть такие организации, да? Да На уровне клубов точно есть Более высокого ранга Я не знаю, что мы узнаем Вот я знаю, что байкеры, например Они часто ездят в Центральную Россию По Европе У вас как? Нет таких каких-то уже размахов пошире? До Сибири мы добрались В Китае были Дальше больше, наверное Вот для чего все это, Иван? Для чего? Какие-то вот... Интересно Это интересно Гораздо интересно Сколько можно там сидеть дома? Чем-то хочется заниматься, двигаться Человек обязательно должен двигаться Не все любят бегать В силу каких-то причин Да и негде особо бегать Тем более сейчас на набережной ремонт Там пыль такая Не побегаешь Вот А на велосипеде ты достаточно свободен В плане передвижения Ты сел и вот Десять минут ты за городом Все Природа Красота Ни копейки не заплатил за это И при этом не обязательно обладать Какой-то выносливостью особенной Да Совершенно верно Спасибо вам, Иван, большое Я думаю, дело, которое вы делаете Полезное, нужное Хотелось бы, чтобы все велосипедисты Обращали внимание И направило движение И как-то И увлекались этим спортом Как можно больше людей Спасибо вам большое Спасибо вам А я напоминаю, что сегодня у нас в студии Был председатель Федерации велосипедного спорта Амурской области Иван Болотин Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok